Ребята, очень важный момент. Мы с пацанами создали наш телеграм-канал. Если вдруг с ютубом что-то произойдет, ролики будут выходить в телеграм-канале. Поэтому я вас очень сильно прошу, пожалуйста, подпишитесь на него. Это очень важно для нас. Я не хочу вас потерять. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. Тем более, там прямо сейчас тубликуются роплы, эксплуатизм со съемок, всякая закадровая жизнь. Короче, телеграм-канал очень интересный. Так что обязательно подписывайся. Приятного просмотра. Ребята, всем привет! В этом видеоролике мы с пацанами решили пойти на очень сомнительную для нас авантюру. Каждый из нас из дома принес по 50 тысяч рублей. То есть суммарно у нас сейчас 150 тысяч. Эти деньги мы сегодня потратим, скорее всего, на какую-то непонятную фигню, которая нафиг никому не нужна. Это будут самые бесполезные покупки в истории человечества. Но мы ни о чем не жалеем. Потому что ролики мы снимаем для вас. И я знаю, что вы это цените и всегда нас поддерживаете. Ну а лучшая поддержка для блогера, как вы знаете, это, конечно же, лайк. Вот смотрите, 150 тысяч рублей и 150 тысяч лайков. Вау! По-моему, будет очень круто. Тем более 150 тысяч лайков это не так уж и много. Зато мы будем понимать, что вам нравятся такие видеоролики. И со временем будем увеличивать бюджет еще больше и больше и больше. Ну а ролик этот будет еще интереснее. Ну что, пацаны, разбираем бабки. Ну а я торжественно объявляю, что рандомный аукцион открыт. Как вы знаете, на аукционе выставляются различные товары. Как правило, это какое-то непонятное барахло, которое пытается продать намного дороже, чем оно является. Собственно, мы сегодня купили вот такие вот предметы. Здесь есть что-то супер дорогое, что-то супер дешевое. Например, наушники стоимостью всего в 100 рублей. Или же Nintendo Switch стоимостью в 23 500 рублей. Но наш аукцион отличается от того, что происходит в реальной жизни. Мы не будем сидеть такие, ставлю 100 рублей, 200 рублей, 300 рублей. Все за нас будет решать колесо фортуны. На котором изображены суммы от 50 рублей до 50 тысяч рублей. Тот, у кого выпадает самая большая сумма, забирает предмет. Давайте я вам приведу пример, чтобы было более понятно. Допустим, первый лот это Nintendo Switch стоимостью 23 500 рублей. Рома крутит колесо фортуны, и у него выпадает 50 рублей. Далее крутит Максута, у него выпадает, допустим, 500 рублей. И кручу я. И у меня выпадает 10 тысяч рублей. Что это значит? Это значит то, что приставка стоимостью 23 500 рублей достается мне всего за 10 тысяч. Это супер выгодно. Но может быть все немножечко иначе. Допустим, мне выпадает также самая большая сумма, но это не 10 тысяч рублей, а 50 тысяч рублей. Вот здесь все немножечко хуже. То есть получается, что я покупаю приставку в два раза дороже, чем она стоит. Но и это не самый плохой вариант. Давайте представим, что разыгрываются наушники стоимостью в 100 рублей. Роме, например, выпадает 50 рублей. Максуте выпадает 200 рублей. А мне, например, выпадает 15 тысяч рублей. И я должен купить наушники стоимостью в 100 рублей за 15 тысяч. Если это произойдет, я себя не прощу. Я буду плакать в подушку, потому что это просто безумие. Ну и не менее важная вещь, это то, что на каждом аукционе должен быть аукционер. Человек, который отвечает вот за все это. Собственно, такой человек у нас есть. Ребята, привет, я Леха. И я сегодня аукционер. И я буду следить за правилами, чтобы ребят их не нарушали. А правило у нас одно. Если у тебя не хватает денег, то ты пропускаешь ход. А покупай тот, у кого есть деньги. Аукцион объявляю открытым. Так, ну что, пацаны, деньги наготове? Все готовы участвовать? Да, естественно. Знаете, ребят, за все время существования канала я назвал огромное количество причин, почему стоит подписаться именно на нас. Но сегодня я этого делать не буду. Потому что это говорит про то, сколько сил мы тратим, времени, денег. Зачем? Вы и так это прекрасно знаете и видите. Я хочу попросить вас сейчас только об одном. Пожалуйста, спуститесь вниз и просто проверьте, каким цветом горит ваша кнопка подписаться. Возможно, вы не подписаны и даже не знаете об этом. Так что прямо сейчас спустись вниз и посмотри. Если она красная, нажимай на нее. Ну а если она серая, огромное тебе спасибо. Первый лот у нас вода ВОЗ за 350 рублей. Кто первый предложит цену? Так, ребят, вода ВОЗ. Насколько я знаю, типа эту воду добывают где-то там в Арктике какие-то тающие ледники. Короче, эта вода очень дорогая. Никто из нас ни разу в жизни ее не пробовал. Ну за 350 не хочется. Попробуйте, потому что красная цена и максимум рублей 50. Мне кажется, она слишком сильно распиарена. Но я хочу ее попробовать, но максимум за 200. За 100. Соточка. Что, готовы? Давайте скинемся, кто будет первый. Давай. Раз, два, три. Класс, спасибо, пацаны. Вперед. Так, я второй. Первый. Проходи. Так, ну что, ребят, я первый, к сожалению. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это очень плохо. Вода ВОЗ как-то не входила в мои планы. Я готов ее отдать пацанам. Пацаны, можете забирать, честно. Нет, оставляй себе эту. Давай ты ее купишь, и мы потом возьмем. По закону подлости у меня будет самая большая сумма здесь. Волнительно на банке играть. Препец волнительно. Мне, мне самому, вот, ты сейчас будешь крутить, мне прям страшно. Готовы? Давай. Я хочу, чтобы 5 или 10 тысяч вы получили. Я хочу, чтобы 50. Что? Да! 50 рублей, пацаны, вы видели? Андрюха, 50 рублей раз. Это лучшая цена. Да, 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 да. Блин, тяжело, морально тяжело, когда ты можешь потратить 50 тысяч рублей просто нафиглю. Ну, объективно. Пожалуй, я не буду сюда смотреть, я не буду сюда смотреть. Максутка, 15 тысяч рублей раз. 15 тысяч? Отличная ставочка. Я не буду, я не хочу. В смысле, ты не будешь? У меня сейчас есть еще шанс. Есть шанс, Рома, давай. Пятнарик. Андрюха, пятнарик. Ром, подуй хорошенько туда. Я даже полтос не задул. Самое охреновое начало. По щучьему велению, по моему хотению, хочу нормальную цену. Ну, спаси! Нет, 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 нет. 5 тысяч. Да, блин! Максута, 15 тысяч рублей раз. Вы понимаете, что сейчас будет? 15 тысяч рублей два, 15 тысяч рублей три продано! Бутылка с стоимостью в 350 рублей продана за 15 тысяч Максуте! Лучше! Денюшки давай! 15 тысяч рублей раз. Чтобы вы понимали, чуть-чуть меньше трети своей суммы я потратил на гребаную бутылку воды. Да, стеклянную. Но хочешь водку? Слушай, ты потом будешь воду наливать сюда, понял? Из-под крана будешь так пить, и все думают, что ты богатый. Всегда спреки из бутылки. Пацаны, я только ходишь. Хотите, хотите почувствовать, вот, так сказать, вкус лакшери воды за 15 тысяч? Пахнет ничем! Можно мне на 100 рублей налить? На соточку, можно на полную? Ну, чуть-чуть будет вообще. Вот так. Просто дефолтная вода. Если знать то, что она куплена за 15 тысяч, это, ну, прям, очень-очень грустно. Что тебе скажут родители, когда посмотрят этот ролик? Ну, скажут, ну, это не повезло, чисто. В смысле с тобой? Или в смысле тебе? В смысле мне, а, возможно, и со мной. Ну, и следующий лот. Игра Gravity Falls. 3 тысячи рублей. А вот это вот я хотел бы взять. Так, я пошел делать. Так, ну, объективно, мне нравятся настольные игры. Я бы хотел бы эту игру. Слушай, она интересная, походу. Я бы даже за пятерку купил. Да, за пятерку бы тоже, наверное, взял. Что, готовы, пацаны? Давай. Раскручивай. Давай. Раз, два, три. Десять тысяч рублей. Андрей, десять тысяч рублей раз. Но, в принципе, это хотя бы не вода за пятнадцать. Это что-то интересное. Чтобы вы понимали, я сейчас такой думаю. Три тысячи? Ну, я бы, наверное, пятерик бы за нее дал. Наверное, десятку бы за нее отдал. Наверное. Просто мысли материальные, чтобы вы понимали. Десять тысяч, ну, это, конечно, дофига за такую игру. Но я думаю, что она того стоит. Я хочу эту игру. Для того, чтобы ее перебить, мне нужно, типа, пятнарик минимум вытащить. Но я не хочу пятнарик вытаскивать. Ну-ка, давай, еще за пятнарик. Больше десяти я не готов давать за нее. Типа, это крутая игра, но больше десяти нет. В нее хотя бы можно много раз играть. В эту бутылку можно много раз воды налить. Я буду наливать в нее воды до тех пор, пока у нее не сотрется стекло. Пожалуйста. Прошу тебя. Пятьсот. Все. Ромарио, вперед. Я надеюсь, Рома сейчас перебьет мою ставочку. Денежная рука. Столько и потратишь, Рома, сейчас. Полтинник на пальце. Десять тысяч? Можно, может, как я иду к тебе? А ну-ка, давай. У нас произошел спорный момент. Десять тысяч и десять тысяч. Сейчас крутим. И вот как получается, сейчас следующая ставка. У кого будет больше, тот столько и платит, да? Да. То есть, если выпадет, допустим, сто рублей и пятьсот рублей, то так, да, играем? А, у тебя пятьсот рублей. А, не, я все уже вылетел вдвоем. Есть шанс сбить цену до кассика. Пятьсот рублей. Есть. А, есть. Я сейчас потеряю игру. Не, ну ладно, давай. Нормально. Надо тысячу. Готов? Да. Две тысячи рублей. Ромарио, две тысячи рублей раз. Две тысячи рублей два. Две тысячи рублей три. Продано. Две тысячи рублей. За игру, которая стоит, три тысячи рублей. Это выгодно. Хорошо, хорошо. Я знаю все о выгоде. Двушечку мне. Положи. Опормите. Легко. Ну это выгодно, объективно. Боя. Прикольная игра. Я посмотрю. Нет. Крутая игра. Я хотел ее купить. Ну почему так? Мы как-нибудь сыграем в ней. Это нормально. Доширак. Сейчас бы для фулл комплекта еще чисто вот доширак за 35 бы взять, чтобы можно было водой за пятнарик его заварить. Доширак за 50 рублей я готов купить только за 50 рублей, не более того. Я готов дать 200 рублей. Я чувствую, абсер должен быть сейчас, именно в эту минуту. Колдуем, колдуем. Не колдуй. Пятнадцать тысяч рублей. Андрей, пятнадцать тысяч рублей. Один. За доширак. За доширак. Бесценный ты мой, красавчик. Стоимостью 50 рублей. Это офигеть. Я даже не могу представить, что он испытывает. Фу, так, ну я надеюсь, что... Сейчас я, ну, больше 15 не вытяну. А сюда можно попасть по-крупному вообще. Да я не хочу. Я буду угорать. Пять. Пятерик. Хорошо, хорошо. Я был очень близок к 25. Если бы это было 25, я бы ушел просто с этого аукциона, потому что у меня бы просто не было бы денег. Доширак и вода. Тема. Андрюха, остренький. За пятнарик. Андрюха, 15 тысяч рублей раз. 15 тысяч рублей два. 15 тысяч рублей три. Продано! Ох, какие ощущения. Гравити фолл за двушечку, которая стоит 3. Доширак за пятнарик, который стоит 50. И вода за пятнарик, который стоит 350. Класс. Ну и лохи. Вот это выгодные покупки я называю. Пятнашечка. Я не буду тебя есть. Через 300 лет он будет легендой. Я думаю, что в старости у меня будет что рассказать внукам. 100%. Как у Максуди, в принципе. Это будет из поколения в поколение. А что это за... это что? Это Джорданы. Рублей за 500 бы забрать прям вообще нормально было. кроссовки. Найк Джордан стоимостью в 10 тысяч рублей. Я бы взял за 15 даже. Я бы взял бы за 15 тоже. Я бы взял бы за пятнашку дошек. За это надо попутеть. У вас будет 50, 50, у меня будет 100. У тебя будет 50, если ты делаешь. Андрюх, смотри. 500. 500. 500. 500, отлично. Отлично. Я сначала порадовался сотке, а потом понимаю, зачем мне радоваться, если мне нужна сумма покрупнее. Мне нужно до 10. Но в принципе, 500 хорошо. Сейчас пацаны по полтинечку, по соточке выбьют и все. И кроссовочки будут мои. Так что, первая удачка. Андрей, 500 рублей раз. У пацанов, кстати, отличный шанс, чтобы отыграться за свои нелепые покупки сейчас. Тысячу. Лучше 5. Да лучше 10. Да хоть 15. Но не меньше 500. Валтишмот, Максута. 35. 35 я не готов. Нет выбора, Максута. Мы начали играть. Прошу, 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 прошу. Это слишком годные кроссовки, чтобы их вот так просто... Да мази. Да нет. 500. 500 рублей. Спорный момент просто. Про Марио, выбей меньше, выбей меньше. Максута и Андрей по 500 рублей. Спорный момент. О, походу вы попали. Такие кроссовки. Давай быстрее. Допустим, за косарь. Это очень круто. Пожалуйста. Крупняк. Крупняк. 200 рублей есть! Да. У нас с тобой за руку, Максут. Нормально. Главное не робим. Кто из нас выбивает больше, тот и забирает эти кроссовки. Кстати, а как с размером быть? Если, допустим, у нас разный с тобой размер. Без паники. Там лежит в коробке чек. Можно прийти в магазин и поменять на нужный размер. С этим никаких проблем не будет. Бросок кобры делают. Давай. Давай. Давайте кто-нибудь тогда уж 35 или 50. Нет, 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 нет. У меня есть шанс. У меня нет шанса. Все. У меня есть шанс. У тебя тоже есть шанс лгадутся, Максута. Давай. Сейчас 50 рублей. Максута. 50 рублей. Давай. Не, 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 не. Не должно быть такого. Сейчас минимум 35. Блин. Да ну нафиг. Вау. Это восхитительно. Максута, 500 рублей раз. Я в минусе по-прежнему. Кроссовки за пятихат, которые стоят десятку. 500 рублей два. Все. Моя удача вернулась. 500 рублей три. Вот она. Мне вообще ни капли не жаль вот этой вот мелочи. Ну по факту получается, можно так подумать, что ты взял кроссовки за 15 500. Ну да. Вместе с водой. Поэтому подарок дали. Я уже выпил, кстати. Отпустая. Что дальше? Что-то ты ехидно очень сумнешься. Отлично. Что это? Это наушники за 100 рублей. За пятнарик готов взять. Я вот коллекционирую ненужное барахло. Давай, Андрюха. Так, ну в целом типа я уже доволен тем, что я имею. Не повезло с дешираков. И не повезет с наушниками. Точнее повезет, потому что я их заберу. Готов? Вот я готов поспориться, что я заберу их. Вот я уверен в этом. 200 рублей, господи. О, хорошо, хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Андрюха, 200 рублей раз. 200 рублей в теории вот за вот это, за 365 дней. Но они одноразовые эти наушники. Они вообще, ну даже сотка дорого по факту. Но за 200 рублей я готов взять. Я ничего не потеряю. Хотя я потеряю. После хорошей победы нужно... Лохануться. Лохануться, да. Так, все, погнали. Косарь. Косарь, да ну нет. Хороший результат. Максута, 1000 рублей раз. Ну, хотя бы не очень много. Ты посмотри наушники, потрогай. Не очень много. Можно сказать, я лоханулся и купил их. То чувство, когда купил фигню, пытаешься оправдаться перед мамой. Ну, это в принципе, за 15 тысяч это нужно. Объективно, мы же захотим есть когда-то. Я чувствую его. Я чувствую справедливость. Сейчас будет скоро. Ты единственный, не купил говно. Ну, хорошо. Супер везучий робот. Это все вы. Спасибо. Я люблю покупать ненужное дерьмо за 1000 рублей. Максута, 1000 рублей раз. 1000 рублей два. 1000 рублей три. Продано. Аккуратно, неси дорогие. Осторожно. Дорого, да. 1000 рублей. Давайте я вам сделаю небольшой анбоксинг. А они открыты, что ли? Нет. Ну, чтобы вы понимали. Ну, это еще и капельники. Даже разъем. Вот такие говушки. За вот такую цену. Не, ну, в принципе, я считаю, что могло бы быть раз нахуй. Все нормально. Нервы, ребята. Нервы сегодня очень сильно у нас играют. Вы голодались? Вау! Да. О самом-то деле. Вот это я хочу, да. Это KFC. Набор 5 за 300. Стоимостью в 300 рублей. Я бы не отказал сейчас поесть, потому что я сегодня не завтракал от слова вообще, а уже, между прочим, 12 часов. Давай. За набор 5 за 300 я готов заплатить даже 1000 рублей. В принципе, оно того стоит. Да ну, KFC его оценил в 300. Скорее всего, его себестоимость гораздо ниже. Раз, два, три. Ну, 5000, допустим. Нет, нет, нет. 500. 500 рублей. Нормально. Андрей, 500 рублей. Раз. Так, ну, на самом деле за 500 рублей, так-то, ну, неплохо было бы приобрести KFC, чтобы поесть. Мне не нравится, почему вы стали выбивать маленькие цифры. Я не знаю. Плиз, 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 плиз. Сейчас, плиз. О, май гад. Ой-ой-ой. Максутка, 5000 рублей. Раз. А вот пока что и фаворит на покупку. Как насчет золотого меню из KFC? 5 за 5000, например. Да блин. Ладно, с тем учетом, что вы уже лоханулись по разу, я думаю, мне это простится. Ну, главное, не сильно. 35 тысяч рублей. Раз. Да. Это даже круче, чем 5 за 5000. Это даже круче, чем дошрак за 15 тысяч. KFC меню за 35. 35 тысяч рублей 2. Вот такая игра. Я не хочу. 35 вы гоните? Ромарио, 35 тысяч рублей 3 продано. Я уже мысленно попрощался со своей пятерой, но тут пришел на помощь Ромарио. Снизу постучали за дна. Вау, Ром. Слушай, да это нормально. Пошло. Лакшери, по идее. Но считай, смотри, 5 за 300 и за доставочку еще ты накинул 34 700. Господи. Что-то у тебя пачечка уменьшается, Ром. 35 тысяч рублей ровно, да? Так, у тебя, получается, осталось 15. Так, все, хватит. Деньги давай? Бумажные. Почему бумажные? Потому что так надо было. Отдай. Давай, давай, давай. Мы же договаривались, что все. Как хорошо ты начал, Роман. О май гад. Это теперь мое. Напиток 15 тысяч рублей. Перекусить тоже 15 тысяч рублей. И бонусом еще на десятку. Вау. Ты что, воздух поддаешь? Мы воздух попать не будем. Опа. Вау. Опа. 20 тысяч рублей. Марио, есть шансы. Есть шансы, парни, есть. Смотрите, вопрос такой только. 20 тысяч рублей, мы типа их добавляем в общую сумму сюда, чтобы дальше играть? Или это просто как лот, который мы забираем? Ну вообще, ну это же твои бабки, ты можешь с ними делать все, что угодно. Но эти деньги можно решать, добавлять сюда или нет. Да. Отлично. Шикарно. Погнали. По какому курсу я сейчас куплю 25 тысяч рублей? Есть! Вот ты был, блин, блядь. Косарик. 35 слишком дорого за двадцатку, но косарик. Андрюха. Не хочу это говорить. Тысяча рублей. Раз. Мне нужно что-то больше косаря. Ну смело пить нахуй можно выбивать, на самом деле. Вообще смело. Вообще смело. Пить ее можно. Сколько? 50. 50 тысяч. Максуда, у тебя нет. У меня нет таких денег, типа, у меня все. В таком случае Максуда пропускает ход. Ромали, у тебя есть шансы. Вот так. Я здесь вне конкуренции. Конечно, очень обидно, очень обидно. Две тысячи рублей готов отдать. Давай. Пятьсот рублей, Ром, и я двосяточку забираю. Нет, нет. Две. Две тысячи. Кэшбэк пришел. Рома, две тысячи рублей. Раз. Две тысячи рублей, два. Две тысячи рублей, три. Продано. Блин, я так был близик. Если бы у меня был полков, это был полков. Смеялись за то, какая весело. Ненормальная цена за KFC. С одной стороны, Максуде повезло. Но если бы у него было бы сейчас 50 тысяч рублей, ему пришлось бы все эти деньги отдать за двадцатку. Я бы просто вылетел сразу же. В минус 30. Да, но у него нету денег столько, он не может только заплатить, значит, он выбывает. Повезло, Роме. Ну просто, факт. Нези сюда, родной, неси его. Я не выбываю, я просто пропускаю этот лот. Я не имею права его купить, потому что у меня нет денег. Вот так вот. Вот они, денежки. Две тысячи, да? Все для тебя. Разветые туманы. Ну все, уходи отсюда, давай. Давай следующий лот. Стоило отдать пятачки, а они назад. Почему я только купил доширак и все? Хочешь наушники? Нет. Вау! Вот это надо! Это наушники за 5500. Эти наушники для PlayStation. Их можно использовать как и на компьютере, так и для плойки. У меня есть PlayStation. Собственно, мне бы эти наушники пригодились бы нормально. Раз, два, три. Опа, сразу же, прям так сразу в ходу. Мне нужны эти наушники. Я не хочу уходить только с дошираком. А за сколько ты готов их взять? За пять. Сколько он? На полтиннике посиди. Посиди на полтиннике. 50 тысяч рублей. Слушай, у меня нет таких денег. Я оплатил доширак. А, блин, все, я получается, да? Да. Я не смогу наушники получить. Нет, все. С одной стороны, это хорошо, что типа я сейчас ничего не потрачу. С другой стороны, я хотел эти наушники. Вот 50 тысяч, это было опасно только на первом круге, по факту. Если бы у тебя в теории были бы 50 тысяч, ты бы сейчас, скорее всего, забрал бы наушники за 50 тысяч. Я горчился бы и плакал бы. Так, ну все, я, получается, вылетаю. На один код. Моя очередь. Не буду долго томить. Тоже рукула сумма. Полетели. Пятикадочка. Хорошо, хорошо. Максута, 500 рублей. Раз. Полтинник было бы сильно жирно. Если до 35 откат был, я бы умер, потому что сбегусь здесь. А в груди тоже, слышишь? Это бесшумно. 10 тысяч. Отлично. Рома, 10 тысяч рублей раз. Десятка. В два раза больше потратить. Да, я мог бы купить две пары таких наушники. Но зачем, если ушей только двое? 10 тысяч рублей два. В принципе, за десятку, пацаны, объективно говоря, это не KFC, это не Доширак, это не вода. Это нормальная техника, которой можно долго пользоваться. Я готов отдать десяточку за это. Но мог бы просто пойти в магазин и отдать за это пятерочку. 10 тысяч рублей три продано! Изначально мы хотели сделать так, что если у тебя недостаточно денег на покупку, то ты вылетаешь в принципе с аукциона, то есть ты больше не участвуешь. Но потом подумали, что интереснее будет сделать так, что если у тебя не хватает денег, то ты просто не покупаешь этот лот, и все. Хорошая покупка, Ром. За десяточку. Смело. У меня что-то, кроме Доширака, будет сегодня. Я бизнесмен. Ой-ой-ой. С луком зеленым. Будете? Были бы с сыром, я бы и за пятихаточку их урвал. 15 тысяч готов предложить. Я любить не покупать такое. Готовы? Давай. С учетом того, что ты купил только Дошик, я думаю, ты должен сейчас забрать эти чипсы. Я думаю, что тоже, что чипсы будут мои. Мы же по кончику смотрим это штука. Тысяча рублей. Хорошо. Нормально. Андрюша. Тысяча рублей раз. Отлично. А что отлично-то? За чипсы? Нет, тысяча рублей. Посмотрим, за сколько я готов купить эти чипсы. Ну, я готов, в принципе, за сто пятьдесятых купить. Но. Сто рублей. Сто рублей. Соточка, хорошо. Хорошо. Нормально. Чуйка железная, я заберу за косарь. Я говорю, я коллекционирую. Мне не нравится этот вкус. Мне не нравится этот вкус, ну правда. Полтинник. Что? Что? Соточка. Поздравляю тебя с покупкой зеленый лук за тысячу рублей. Спасибо. Андрей, пожалуйста, оформите мне покупочку. Тысяча рублей раз, тысяча рублей два, тысяча рублей три. Продано. Поздравляю. Здесь не нормально. Выгодное вложение. Держи, родной. Спасибо. 15 тысяч за дождь, косарь за чипсы. Что будет дальше? Вообще невезучий день у меня сегодня. Максимально. Вот я не с той ноги встал сегодня, и вот оно все через задницу идет. Еда за 16 тысяч рублей, блин. Не лучшая еда при этом. О! Вот это вот хорошо. Вот это вот надо зарубиться. Следующий лот колонка стоимостью 16 тысяч рублей. Что больше? Вкусные джипсы за тысячу рублей. Я хочу, чтобы ты 50 выбил. Что, толку? У меня нет столько денег. Раз, два, три. Все, терять нечего. Мне нужна колонка, мне нужна эта колонка. 200 рублей. Андрюха, 200 рублей раз. Шансы велики обозраться. Очень велики. Так же, как и у нас, типа, мы можем хорошенько сейчас встрять. Но за колоночку нужно зарубиться, я считаю. Я надеюсь, что выпадет что-то побольше 200. Погнали. Оп. В принципе, колонка, она мне не нужна. Но вот если она выпадет дешевле, чем она стоит, это будет отлично. Опа. Офигеть. Пятерочка. Хорошо, хорошо, Ромарио. Давай, не подведи. Хочу колонку себе. Я не подведу тебе, Максуда. Максуда, 5 тысяч рублей раз. Максуда, за десятку заберу ради тебя. Давай. Попробуй. Я надеюсь, что 25. У тебя вообще есть 25? Ну, наверное, есть 25. Нету. 100 рублей. Нет, там 200. У-у-у. Есть? 500 рублей. Стоять, стоять. 500. 500. У-у-у. Максуда, 5 тысяч рублей раз. За пятерочку забираю колонку. 5 тысяч рублей два. 5 тысяч рублей три. Продано. Так, вот говню. Сейчас я с улыбкой на лице отчитываю. 5 тысяч рублей, чтобы забрать колонку, которая в реальности стоит 16 тысяч. Вот, 5 тысяч рублей. Держите. Опа. Пацаны. У меня дома, в принципе, есть. Но будет вторая. Кстати, ребят, кому интересно, куда уходят вот эти деньги, которые мы отдаем. Часть этих денег потратится на оплату этих товаров, то есть, которые мы, получается, купили. Если будет переизбыток денег, это пойдет в бюджет канала. Если будет недостаток денег, то там докинут и... Короче, вот так вот. Печально. Следующий лот у нас овощи. Сюда, вот сюда. Красная дорожечка вот проложена. Цена 100 рублей. С огромнейшим удовольствием куплю эту пачку овощей за 35 тысяч рублей. Что же выпадет, Андрюхе? Нет. Я не понимаю. Сколько там? К сожалению, Андрюха, 25 тысяч рублей. Серьезно? 25 тысяч? А вот здесь что? Нет. Не 25. Нет, нет, нет. Ну там... 50 рублей. Кончик попадает. Не попадает. Он только что это отвернулся обратно. Мы сейчас посмотрели повтор. Овощная смесь, вот эта вот, может достаться мне и скорее всего достанется за 25 тысяч рублей. Такие деньги у меня есть. Андрюха, 25 тысяч рублей раз. Я не хочу покупать. Блин, ну у меня сегодня что-то не спит в следующий день-то. Поддержите меня хотя бы вы в комментариях. Ребят, накидайте много лайков. Подпишитесь, поставьте там комментариев, напишите еще что-то. 25 косарей. Я, ну, чисто из солидарности хочу выбить больше, чтобы Андрюхе было не так грустно сегодня. У меня как бы и так все хорошо. Но если ты выбьешь больше, тебе это не достанется. Но тормози уже. 5 тысяч рублей. Хорошо, хорошо. Я как бы, ну, абсолютно нейтрально отношусь к этой цифре, потому что я понимаю, что я уже не в пролете. А такой расклад мне очень нравится. Может быть, там этот, сковород куда-то греть. Пойдешь, пожаришь. Спасибо. Вот такая поддержка. Я буду умирать сейчас. У меня столько нет. 25 тысяч рублей, Андрей, раз. Ты был очень близок к тому, что попкатятся. Очень близок. 25 тысяч рублей, два. Бля, какая почуха красивая лежит. 25, блядь. 25 тысяч рублей. Три, продано. Тащи смену. Вот это гал. Галовая смесь. Нормально, еще котлеты царские. Да, сотки. Сотки попкатите царские. Грабитель. Возьмите, пожалуйста. Ну, я дома, конечно, поем. Наверное. Не, ну это за здоровье, понимаете? Нужно думать о здоровье. И последний лот на сегодня. Игровая приставка Nintendo Switch стоимостью. За это побороться стоит, однако. У меня осталось очень мало денег. Очень мало. Я не хочу говорить сколько вам, чтобы вы не знали сейчас. Чтобы была битва прям реальная. Но если будет больше этой суммы, то все, я пролетаю. Но я хочу эту приставку очень. Готовы? Ну, мне должно же повезти, что я только чипсы, дошираки, овощи взял. Раз, два, три. Ну, спасибо. Нормально. Андрюха, 500 рублей раз. Прикинь, чисто в теории сейчас мне выпадет. Там 200, 100 или 50. И Роме там что-то. Так не может повезти. Ну, блин. Если мне сейчас и повезет и на Nintendo, то это будет, ну, не знаю. Это будет слишком странно. Я и так много собрал. Ой-ой-ой, отлично. Домой. Так, Ром, давай тоже полтинчик выпивай. У меня есть шанс, ребята, забрать Nintendo. Соточку, полтинник, либо 200 рублей. Ты все хранил, типа? Да. Бэнк, бэнк. Опа. Ромарио. Косарь. Раз. Опа. Косарь два. Косарь три. Протано. Пацаны. А ну-ка. Я вообще в максимальном плюсе. Двадцать три с половиной тысячи за косарь. Хорошо. Вот, вот, равноценно. Что бы вы выбрали? Вот смотрите. За тысячу рублей Nintendo или за тысячу рублей чипсы? Вот я выбрал чипсы. Эй, деньги давай. Косарик. Мне мелочь не нужна здесь. Так, ну что, ребят, аукцион объявляю закрытым. Предлагаю сейчас посчитать, сколько денег у нас осталось, сколько денег мы потратили и во сколько нам обошелся весь товар. Начнем, наверное, с меня. Меня проще всего посчитать. Я купил чипсы Лэй стоимостью 150 рублей за одну тысячу рублей. Доширак стоимостью 50 рублей за 15 тысяч рублей. И овощную смесь стоимостью 100 рублей за 25 тысяч рублей. У меня осталось 9 тысяч. Я потратил сегодня 41 тысячу на вот это парохло. Как вы думаете, в плюсе я или нет? Конечно же нет, ребят. Я могу тебе сказать, что ты в гигантском минусе, дружище. Я надеюсь, что вам эта авантюра понравилась. Сегодня на аукционе я купил наушники, которые стоят 100 рублей. Купил я их за тысячу. Вода, которая стоит 350 рублей, досталась мне за 15 тысяч. Вот такие вот кроссовки мне достались сегодня за 500 рублей, хотя стоят они 10 тысяч. Колонка, которая стоит 16 тысяч, досталась мне за пятеру. Всего лишь за 5 тысяч. Нормально. И методом несложных математических подсчетов у меня осталось 28 тысяч 500 рублей. Если бы все это я покупал в магазине, тогда я бы потратил 26 тысяч 450 рублей. А так суммарно все это вышло в 21 тысячу 500 рублей. Я думаю, ну, понятно, что я в плюсе. Что, ребята, начнем с Gravity Falls. Стоимость 3000 рублей. Я забрал ее за 2000. Самая говняная. KFC 300 рублей. Ушло мне за 35 тысяч. Лучшая покупка за сегодня. Наушники. Стоимость 5500. Забрал я их за 10 тысяч рублей. Но я считаю, что это нормально. Nintendo 23500. Ушло мне за косарик. Ну и, конечно, 20 тысяч рублей, которые я забрал за двушку, очень сильно спасли мое положение. Осталось у меня как раз-таки ровно 20 тысяч рублей. Если бы все это дело я покупал в магазине, это бы мне обошлось в 32 тысячи 300 рублей. По факту я в плюсе. Хоть и не в большом, но это все равно меня радует. Ну что, ребят, я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Был очень интересный риск и рискнул больше всех, наверное, я. Потому что в огромном минусе. Короче, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. Спасибо большое за просмотр. Всем пока!